Сконструировать, спрограммировать, отладить работу робота и провести контрольные выезды. И всё это за 4 часа. Задача перед участниками регионального этапа интеллектуальной Олимпиады ПФО стояла непростая. Однако ребята с ней справились. Состязания по направлению робототехника проходили на базе авиационного колледжа. Поддерживал ребят губернатор Алексей Русских. Глава региона – выпускник Бауманки. Поэтому с увлечением общался и подпадривал участников. Как решаете вы задачи, которые вам поставили, мне очень понравилось. Вижу, что вы настоящие молодцы. Наверняка многие из вас будут связывать свое будущее с замечательной профессией, которая называется инженер. Задания выполняли ученики 8-11 классов. В команде по два человека. Кто-то из ребят занимается робототехникой несколько лет, а кто-то – не так давно. Но уже показывает отличные результаты. Например, восьмиклассница Александра из губернаторского лицея номер 100. Тебе нравится робототехника? Честно, я и не особо давно занимаюсь. Так что пока еще оценить не могу, но внешне и в качестве кода мне очень даже нравится. После того, как основное задание было сделано, роботы участников играли в настольную игру «Мема», где нужно было переворачивать карточки. По итогам Олимпиады победителями стали воспитанники Димитровградского, Кванториума, Ярослав Васильев и Иван Белейчев. Они представят регион на финале интеллектуальной Олимпиады ПФО в Ижевске. В прошлом году ребята привезли с финала бронзу. В целом Олимпиада включает четыре направления. Кроме робототехники – это решение изобретательских задач, конкурс управления и программирования беспилотников и игра «Что, где, когда». Олимпиада проходит при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Анна Тищенко, Улправда ТВ